ФСИ. Беслана Саев, опять-таки, находившийся несколько минут рядом на комментаторской позиции, который не горел желанием, просил, он так забавно, очень сильный человек спрашивает, пожалуйста, не надо там сложных вопросов, не то, что он там на них ответов не знает, понятно, ему надо уходить, готовиться. Понятно, что никаких там самых страшных секретов он не раскроет. Да, вообще меня удивило, это практика, и, честно скажу, даже не знаю, как реагировать, позитивная ли она, или какая-то иная? Ну, это находка организаторов. Со своей стороны скажу, что это не было моей идеей. Да, Федор Рыжов, кстати, отметил это позитивно. Не понравилось это, я понимаю. Ну, не знаю, насколько это необходимо просто. Я думаю, что нет. Итак, титульный бой за поезд чемпиона про ФСИ. Беслана Саев, Грозный, Россия, соответственно, 183 см рост, 77,5 кг вес, 29 лет. Кубок России по Панкратиону раз, чемпион Азии по Панкратиону два. Двукратный обладатель Кубка Содружества Наций про ФСИ. 28 боев, 22 победа, 6. Поражение и команда Пересвет Файт Тим. Собственно, вот, его попался кто? Его попался немец. Максим, отвлеките себя от боя, расскажите про него, я сам посмотреть хочу. Да, смотрю я, конечно, за Беслана Мэссэем, лично знаком с ним давно. Попал. Приходил, он попал справа и тут же два по ту еще. Очень сильно попал. И по печени зацепил. Приходил он к нам на тренировки в Академии России, доводилось даже чуть-чуть поработать с этим бойцом. Как раз Адлан Амагов, вот сейчас наш российский бойц, который уверенно представляет нашу страну в UFC, он его приводил. И вот великолепный человек, достойнейшая личность. Только много лесного могу сказать об этом человеке. Его очень хорошо дружит Гасаном Малатовым. Гасан, о нем всегда отзывается просто каких-то проблемных тоннах. Очень глубоко духовный человек. Снизу точное попадание. Я вас еще про немца просил рассказать. Да, но ему противостоит Андреас Бирглс, Германия. Посмотрите, точно еще раз. Только не говорите, что это было пальцами, ладно? 77 килограмм, 180 сантиметров его рост. В рекордсе послужен список 8 побед, 4 поражения, 0 ничейных результатов. Чемпион Супериор FC. Супериор. Супериор, да, Супериор FC. В среднем весе. Чемпион No Compromises FC. Это, соответственно, очередные промоутерские организации в полусреднем весе. Ну и клуб представляет профессионально Тим Альфа, Германия. Ну да, кстати, ладонь-то открытая. Открытая ладонь была, да? Ладонь-то открытая, да. Здесь было видно на повторе попадание мизинцем безымянным пальцем как раз туда в область глазной впадь. Но ничего там нету. Ну понятно, что тебя убивают сейчас в стойке. Дорогой немецкий товарищ, вы тут говорили на тему именно бельгийских бойцов. Я ничего плохого, глобально плохого про бельгийцев сказать не могу. Но вот ситуация чем-то близкая на ситуацию с поляками. Прекрасно, технически выучено. Один раз получил по голове эскиз. Да, вы видите, с поляками... С поляками вообще в целом. Нет, там много кто есть хороший, но глобальная ситуация, то есть они очень хорошо себя чувствуют, когда они бьют. Когда их бить начинают, тут уже на задней скорости начинается. Вот бельгийц сейчас, пока атаковал, вроде все ничего. Нет, он не бельгийц, а немец. Нет, нет, этот-то немец. А, вы вспоминаете бой предыдущего, согласен. Вот, вы знаете, что характерно, и Адлана Амагова говорил всегда, и наши общие друзья, что для Беслана Исаева ударная техника как раз чуть-чуть слабым звеном всегда была, нежели... Слабым? Да, нежели партер, нежели партер и борьба. Ну, более слабым, так скажем. Слабым полностью нельзя это ни в коем случае назвать. Кстати, здесь как он просто раздал... Вот по печени попал сильно, уже согнулся немец, согнулся тулочный. Здесь добивание идет Беслан Исаев, выпала свою работу. Это по-настоящему, кстати, Дмитрий, можно сказать, великий профессионал. Он живет боями и наборствами, и она его... Эта работа кормит его семью. И только это его кормит, больше ничего. Без вариантов. Без вариантов, причем пробил ты не по голове. Максим абсолютно верно, вы отметили. Попадание по печени раз за разом. Двойка по корпусу уезжает практически, ну, очень больно. Понятно, это... Нокаут по голове терпеть невозможно, тебя выключают. Нокаут по печени, он зримо, казалось бы, вот вроде ничего не произошло. Ну, попали там по животу, да, но это те, кто не знают. А на самом деле он очень болючий сам по себе. И главное, если уже пробили печенку, то все. А боксеры в этом случае говорят, как раз голова может стерпеть удар, а вот печень никогда не стерпит. Только зацепило, всегда ты не сможешь стерпеть вот этот эффект боли, болевой шок. Ты все время покажешь, что тебе больно. Идет сокращение мышечных волокон, туловище обязательно на лице, это гримаса боли. И вот тут же мы видели очень чувствительный. Беслан Исаев доработал до конца этот эпизод. Супер победа, очень уверенный. Да, очень уверенная победа, вколотил он в канвас своего оппонента, что, в общем-то, от него здесь, наверное, и все ожидали, представитель. Что здесь председатель перезмет в файт-тим, уверенно выиграл. Создавить его в первом раунде, техническим нокаутом, одержал победу и стал чемпионом Европе России. Долгопадем ясно, Беслан! Беслан, насколько уравновешенный, спокойный человек и спортсмен. Очень уважает своих соперников. Великолепный боец. Ну что, собственно, вот огромный бойцовский карт из 15 поединков закончен. Сейчас идут поздравления от Федора Рожьего. Беслану Исаеву вручится пояс для начала. Александр Шаблеев. Шаблеев дает. Да. Вот сейчас пояс чемпиона полусреднем. Александр Шаблеев дает пояс, фу-пояс, спецприз за лучший нокаут. С поясом сейчас будет Беслан Исаев. И под его чествование и награждение мы завершаем нашу трансляцию. Для вас работали. Дмитрий Бобцов и мой коллега. Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер, встраиваемый четырехкратный чемпион мира по бигбоксу в гражданской версии. Максим Буронов. До свидания, дорогие друзья. Продолжение следует... Продолжение следует...